Здравствуйте друзья! В продолжении моих обзоров про возможности системы управления умным домом Домотикс, где аппаратную роль выполняли гаджеты от Xiaomi, я хочу рассказать про внедрение в систему устройств другого производителя BrutLink, на примере смарт удлинителя BrutLink MP1 и его совместной работе с существующей структурой Xiaomi. Одним из достоинств альтернативных систем управления умным домом, на примере Домотикза, является возможность объединения в одних сценариях устройств различных производителей, и не исследовать эту тему было бы преступлением. В качестве первого испытуемого я решил взять смарт удлинитель BrutLink MP1, который имеет 4 универсальные розетки с раздельным управлением. В некоторых случаях, когда нет необходимости подсчета расхода электроэнергии и при концентрации в одном месте нескольких ведомых устройств, такое решение удобнее и дешевле использования отдельных розеток от того же Xiaomi. Покупка и доставка. Отправлен удлинитель был на следующий день после покупки, покупал я его в магазине Banggood, ссылку на товар я приведу внизу этого видео. Отправили почтой Китая с трек номером, и через положенное время, чуть более двух недель, в отделении почты я получил пакет с заказом. Кроме самого удлинителя, магазин положил еще переходник под евророзетку и пару наклеек. BrutLink, как и Xiaomi, не напрягается с полиграфическими изысками, больше уделяя внимание технической информации на своей упаковке. Удлинитель выполнен в белом цвете. На фронтальной панели расположены четыре совмещенные универсальные розетки, рассчитанные на подключение вилок тип А, С и И. Плоская американская, круглая и тройная китайская вилка. Из основных характеристик нужно выделить максимальную мощность 2,5 кВт, но при токе не более 10 ампер и установленный Wi-Fi модуль, никаких шлюзов для работы не нужен. В стандартном режиме удлинитель управляется через приложение, кстати нам оно тоже понадобится. QR-код для его загрузки имеется и на коробке, и на наклейке сзади удлинителя. Удлинитель комплектуется тройной вилкой тип И. Использовать комплектный переходник не рекомендую, лучше заменить вилку на сборную евровилку. Реальные размеры удлинителя соответствуют заявленным 254х60х32 мм. Взвешивать удлинитель пожалуй я не буду. Для разборки удлинителя необходимо открутить 5 саморезов с треугольной головкой. 4 самореза находятся по углам за наклеенными ножками, а 5 по центру под наклейкой. К достоинствам этого удлинителя можно отнести раздельное управление каждой из розеток. К недостаткам невозможно сделать это вручную и отсутствие подсчета электроэнергии. Внутренности крупным планом. Блок управления и Wi-Fi модуль. Розетки защищены подпружиненными крышками, заглушками. Также на самих розетках поверх контактов расположены пластиковые защитные крышки. При включении обод под единственной кнопкой управления подсвечивается. Для подключения к смарт удлинителю нам понадобится родное приложение E-Control. Если это ваше первое устройство от BrutLink, как у меня, то нужно создать аккаунт. Это не долго и не сложно. Понадобится электронная почта и нужно придумать пароль. После авторизации в приложении нужно будет добавить устройство. Далее, вам будет необходимо подключить найденное устройство к своей Wi-Fi сети, после чего удлинитель появится у вас в списке устройств. Приложение позволяет управлять состоянием каждой из четырех розеток фильтра, устанавливать расписание включения-выключения, задять имя и даже собственное изображение для иконки удлинителя. Более подробно рассказывать о приложении я не буду, так как тема этого обзора это интеграция удлинителя в инфраструктуру Domotex. Напомню, что у меня Domotex крутится на одноплатном мини-компьютере Raspberry Pi модель 3B. Внимание! Обязательно настраиваем на домашнем роутере выдачу статического IP-адреса удлинителю, привязав его к MAC-адресу. Для управлениями устройствами BrutLink, базами дистанционного управления, сенсорной платформой A1, смарт-розетками и удлинителями имеется замечательный проект на гитхабе, ссылку я приведу в описании под этим видео. Основой послужила инструкция для работы с базой дистанционного управления, но я переработал ее для удлинителя MP1. Инструкция успешно опробована мной на моем мини-компе Raspberry Pi модель 3B и вполне может применяться на схожих решениях. На Windows аналогов нет, либо они мне не известны. Инструкцию я буду подавать по шагам, так как я делал лично сам. Первое. Создаем рабочий каталог. Все команды, которые я буду приводить в этом видео, будут продублированы в тексте в описании под этим видео. Далее нам необходимо установить несколько пакетов, которые необходимы нам для работы. Делаем это поочередно. Некоторые пакеты уже могут быть установлены в вашей системе, это нормально, просто запускаем по одному. А те пакеты, которых в системе нет, будут скачаны и установлены. После успешной установки всех перечисленных пакетов, переходим в созданный каталог и запускаем установку. Теперь мы можем создавать наш первый скрипт поиска устройств Broodlink. Создаем файл в моем примере LocateRMP. Все имена файлов можете давать сами, какие считаете нужны. В открывшийся пустой файл вставляем скрипт. Текст скрипта также будет в описании под этим видео. Далее выходим из режима редактирования с сочетанием Ctrl-X и сохраняем все изменения и названия файла. Запускаем скрипт. Скрипт обнаруживает удлинитель и сообщает его IP и MAC адрес. Это говорит нам о том, что все мы сделали правильно. Следующий шаг. Скрипт для проверки статуса удлинителя. Делаю его я скорее для общего развития, для работы он мне не пригодился. Создаем файл s1.stat.pi. Вставляем код, который также будет в описании под этим видео. Дальше сохраняем скрипт и делаем наш файл исполняемым. Запускаем и проверяем. Если все сделано правильно, вы получаете статусы всех розеток. Теперь можно делать скрипты для включения и выключения каждой розетки. Всего у нас 4 розетки, значит получится 8 скриптов, раздельные на включение и выключение. Код скрипта аналогичный, который мы только что рассмотрели. Только вместо команды проверки статуса пишем команду либо на включение розетки, либо на выключение. Каждый из файлов я назвал s1on, s1off, s2on, s2off и так далее для каждой из 4 пар. После создания всех файлов нужно сделать каждый из файлов исполняемым, командой chmod plus x. Также можно проверить их работоспособность, включая и выключая каждую из розеток. После этого даем им права 3 семерки и повторяем для каждого файла. Далее можно переходить в домотикс. На вкладке настройки оборудования создаем, если у вас еще нет, виртуальное устройство дамми. После чего создаем 4 виртуальных переключателя, я назвал их Broodlink 1, s1, s2, s3 и s4. После этого идем в меню переключателей, выбираем каждый из созданных переключателей, меняем им иконку на розетку, чтобы было понятнее, и в строках действия при включении и выключении прописываем пути к нашим скриптам. Все, теперь каждая из розеток может управляться из домотикс. В моем удлинителе сейчас занято три первые розетки. В первую включена обычная настольная лампа, во вторую один из увлажнителей, а в третью принтер, так как включать его родным переключателем неудобно, мешает стол. Первая и третья розеткой управляет кнопка Xiaomi. Подействую клик, включается-выключается настольная лампа. Дабл клик, управляет включением и выключением потолочного светильника E-Light Selling Light, про который я рассказывал раньше, и лонг клик, включение-выключение принтер. Сценарий на луа выглядит так. А вторая розетка с увлажнителем работает в связке с датчиками влажности температуры и открытия-закрытия от Xiaomi. Первое условие, выключает увлажнитель при достижении влажности 55 и выше процентов. Второе наоборот, включает при падении 45 и менее процентов с условием, если закрыто окно. Третье условие, отключает увлажнитель при открытии окна, а четвертое, включает при закрытии окна и влажности менее 45 процентов. Спасибо за внимание, надеюсь обзор был полезен. Если у вас возникли какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, постараюсь ответить всем. На этом я завершаю свой обзор, спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, до новых встреч.